Девушки отдыхают Я бы хотела узнать о предназначении человека Потому что мне кажется, что многие люди задолбаются в этом вопросе Например, чем бы им хотелось заниматься в этой жизни Или для чего они родились в этой жизни Или куда направить себя, что сделать в этой жизни Классный вопрос Сейчас мы будем отвечать на него вместе Значит, ты постараешься сама с моей помощью Чуть-чуть отвлечемся И попробуем мне сказать Вот для чего в природе нужна корова Учитывая, что в природе все целесообразно Дикой фантазии просто так вот нет Просто так ничего не существует Все абсолютно целесообразно Тот факт, что корову человек уже одомашнил Мы отбрасываем Не человек ее придумал Не человек ее создал Ее создала природа Вот для чего? Чтобы ответить на этот вопрос Надо просто понять, что лучше всего у нее получается Природа корову сделала явно не для людей В качестве источника молока Господи Кобыла Верблюдица Коза та же самая Кормит, да Но это, скажем так Это свойство любого организма Который свое потомство выращивает Ну и для чего корову? Для чего корову? А подумай Ну если ширше Животное Угу Что она производит? Кушает Кушает Что дальше делает? Размножается Нет, после того, как покушала, что она делает? Переваривает А потом? Обычно не ходит обратно А потом она производит навоз Да Да? Да Что с ним огородники делают? Удобряют Удобряют Почему? Прелезные там какие-то свойства Лучше расти начинает, да? Из земли Да Потому что, скажем так Микрофлора, которая находится в почве И обеспечивает перевод неорганики в органику Которая усваивается растениями, да? Она очень похожа на ту Которая находится, содержится у жвачных животных в кишечнике Правильно? Наверное, правильно Я не знаю То есть, корова у нас производит навоз Это у нее получается лучше всего Здесь она вне конкуренции Коза так может? Не-а Не может Верблюд так может? Ну, не так у него получается Ну, слон может быть, да? Ну, тот как-то животное поумнее чуток Как-то он посоциальнее, что ли Там уже посложнее не устройство Но, тем не менее Теперь вернемся к человеку Что у человека получается лучше всего По сравнению с другой живностью на планете? Ну, в отличие, наверное, от животных Он может думать Ну, думать, наверное, могут все Кожаку по ушам Так, прям, между ушей Тынц! Вот он сидит И явно у него там Шестеренки в голове скрипят Он сидит, соборжает Так, зачем ему попало? За то, что он в тапок нагадил? Или за то, что он тут со стола Что-то упёрн? Ну, я гажу ещё раз Понимаешь? То есть, думать он тоже умеет Что ещё? Ну, правильно, в принципе Направление мыслей совершенно правильное Что ещё? Человек в состоянии Он обладает по сравнению с тем же кошаком Развитой речью Правильно? Правильно Что такое речь? Выражение своих мыслей Это способ Внешнего общения Способ передачи сигналов общения С помощью речи Человек в состоянии Передавать информацию Друг другу Раз Второе Человек в состоянии Накапливать и анализировать Информацию Которая к нему поступает Правильно? Правильно Но первым и вторым Обладают в принципе все Дельфины в том числе, например Да даже осьминог Осьминог только вместо речи У него там язык тела Грубо говоря Но тем не менее Достаточно сложные сигналы Но Самое главное Чем отличается человек От всей этой живности Он в состоянии Передавать накопленную И обработанную информацию Он ее не просто применяет Он ее еще и передает Потомству Лошадь можно научить считать Это научный факт Но учить же ребенка Она этому не будет Да и не сможет По большому счету У нее для этого Система сигналов Не развитая У человека Развита достаточно Вот и ответ Для чего Собственно Человек нужен Так Ответил Или нет Как это применить Массово Массово Она же не думает об этом Что Как бы ей сделать Новоспу лучше Скажем так Корова правильно Она об этом Не думает Дело в том Что у нас и люди Тоже не думают Чем они собственно Занимаются Для чего они живут А даже если задумался Для чего я живу О Как мне тут Недавно одна девушка Рассказала Да С пеной рта доказывала Я вот от нее Как не пытался Получить Какой-то вменяемый ответ Отличный От того Что она мне сказала Так и не смог У нее Одна мысля Однозадачная система На вторую мысль У нее все Мозг перегрываться начинает Она просто не понимает Вопросы Не воспринимает Человек создан Для счастья И все Я говорю Что такое счастье Система Зависла Почему зависла Если у нее такой Ответ есть Ну Сформулировать Что такое счастье Она не смогла Потому что там Это положительные эмоции Да ты с ума сойдешь Нельзя питаться Всю жизнь с тортами Обалдеешь Через неделю Черного хлеба захочется Точно так же и здесь Правильно? Свет есть Почему? Потому что есть контраст Есть тень Убери тень И вся слепла В конечном итоге И никто вообще ничего видеть не будет То есть Должен быть контраст То есть Человек создан Для счастья Да я даже спорить не буду Наверное Так счастье Может быть Немножко в другом заключается Не просто в каких-то постоянных Положительных эмоциях В дурку сходить Там есть идиоты Которые всему радуются Постоянно Всему счастливы Они счастливы? Да Да Я сомневаюсь У них счастье неосознанное Чтобы Человек был полностью счастлив Он наверное еще и осознать это должен В чем ваше предназначение? И есть ли оно вообще Это предназначение? У каждого человека Или каждый человек Ну вот как Ну сам решит Как живет Так и хорошо То есть у человека же всегда есть выбор Значит Объясняю Есть такая очень интересная вещь Которая называется культура Под культурой у нас понимают почему-то Живопись В том числе дреную Попсу Которую невозможно слушать Она абсолютно бессмысленная То есть понимают под культурой много того Что к ней действительно не относятся Вот то что я сказал Передача информации потомкам Да? Накопленная Обработанная Примененная То есть преумножаемая Вот это и есть культура Собственно наверное этим человек и должен заниматься Как бы в первую очередь Раз это у него получается лучше чем у других Если он перестает заниматься именно этим Чем он отличается от коровы Начинает тупо Жрет Спит Размножается Гадит Но в последнем он даже с коровой конкурировать не может Приведите пример Чего? Вот накопление информации Применение Передачи потомства Вот чтобы не так вот как бы абстрактно А вот рядовая семья Допустим Или не семья Там один человек И в чем как бы его задача Какую? Да проще всего школу Вот ходит он Не знаю куда он ходит В школу ходит Например Вот ходит ребенок в школу Вот Он получает там знания накопленные предками Физика Химия Математика Геометрия Хорошо Накопил У него свой ребенок пошел в первый класс Он что знал Тоже подсказал Что не знал там в школе сказали Но кроме всего прочего Есть еще жизненный опыт Жизненный опыт какой? Личный Он его тоже передает ребенку Ну теоретически должен Вот как-то Извини, отвлеку немножко Да? Маленькая ремарка такая Влез в тему ювенальной юстиции И одно из обоснований Ювеналки Было таким Родителям на самом деле Ребенок не нужен Они к нему относятся Ну Как животное К своему детенышу Поэтому Если отнять То никакой трагедии не случится Ни для ребенка Ни для родителей Меня сначала это дело Жутко возмутило А потом Когда я так вот посмотрел Пошире Да? Скажем так Вне своей семьи А оно примерно так и получается Что происходит? Стоит ребенку только оторваться От тити А то его и раньше отрывают Да? Переводят на искусственное питание Ясли Потом Садик Днем ребенок там Вечером родители пришли Грубо говоря Ой отстань Я и так на работе устал Потом школа Они опять его не видят А потом собственно все Ну Мы тебя Вырастили Да ну нафиг Кого вырастили? Его растил садик Его растили какие-то учителя В школе Его растила улица Да? В результате появляются анекдоты Типа Дорогой Не пора ли тебе Вот с нашим сыном Поговорить там Например О сексе Тут гагода Ну Хотя бы там На примере бабочек Расскажи Ну ладно К сыну подходят Слышь Помнишь мы с тобой чем В сауне с девками занимались Но Ну так вот у бабочек То же самое Понимаешь Нет передачи Вот такой вот информации Напрямую Нормальной Родители действительно Спихнули ребенка с рук Куда-то Кому-то Ну потому что Они не знают Другой пример воспитания Они знают Другой пример воспитания Они делают Так же как И с ними В свое время делали Но они знают Другой пример воспитания Вопрос в том Что они Выбирают Грубо говоря Самый легкий путь Они выбирают Самый легкий путь Почему? Потому что Они ведут себя Неосознанно Легкий путь Выбирает что? Легкий путь У нас выбирает Ток Он идет По пути Наименьшего сопротивления Легкий путь У нас выбирает Вода То есть Грубо говоря Стихия Какая-то Энергия Только Разума У нее нет А человек Отличается тем Что он разумный Он должен Думать Перед тем Как что-то сделать Чем он собственно И не занимается Продолжение следует Продолжение следует...